Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки». Я ее ведущий Андрей Печерин. Жизнь митрополита Вениамина Федченкова, как и у многих его современников, она проходила на рубеже веков. Во время Октябрьского переворота, разломившего на две части историю России, судьбы сотен миллионов людей, владыке было 37 лет. Почти половина жизни, отпущенная ему Господом, прошла в том мире, в той стране, которая сейчас для нас безвозвратно утрачена. А в 1920 году владыка оказался оторванным от своего отечества и более четверти века провел за границей, испытав лишения, неустроенность, тоску по родине. Он стал участниками-свидетелем важных исторических событий, таких как революция, начало и крах белого движения, церковные соборы в Москве и Киеве, эмиграция, церковь в зарубежье и в отечестве. Описание этих событий митрополит Вениамин сохранил для будущих поколений в книге, которая называется «На рубеже двух эпох». Уже не в первый раз книга эта выходит в издательстве «Правила веры», и сегодня новое ее издание находится на нашей книжной полке. По словам издателей, на рубеже двух эпох это книга размышлений. Митрополит Вениамин Фетченков, как человек, воцерковленный с детства, направленный к монашеству святым Иоанном Кринштадтским, укорененный в святоотеческом предании и при этом активно участвующий в общественной жизни церкви, достигнувши своего 60-летия, он размышляет о судьбах России. В предисловии к данному изданию владыка так сформулировал свою задачу. «Я не собираюсь описывать жизнь сполна, а становлюсь преимущественно на особой общественной стороне пережитого. Все остальное будет служить материалом для освещения этой общественной стороны на грани двух эпох». И как писатель он сохранил и передал нам воспоминания о России. Причем не как о некоем абстрактном понятии, а как о вполне конкретном воплощении ее идеалов в реальных людях, его современниках. Как отмечают издатели, Октябрьскую революцию владыка Вениамин застал уже будучи зрелым человеком и сознательно вступил в белое движение. Он стал епископом армии и флота и членом русского совета при главнокомандующем белой армии генерале Врангеле. Эти обязанности он выполнял и в эмиграции вплоть до 1923 года, пока не убедился в бесплодности настоящей борьбы. Жизнь и быт России до Октябрьского переворота, истоки белого движения и причины его поражения, участие в двух церковных соборах в Москве и в Киеве, жизнь внутри русской эмиграции, разногласия между зарубежной и патриаршей русской церковью, годы войны с фашизмом. Все это достоверно описано истинно верующим человеком и составляет бесценный исторический документ двух эпох. В этом митрополит Вениамин видел исполнение своего патриотического долга перед Отечеством. О том, как возникла эта книга, также в предисловии автор рассказывает. «Жизнь моя идет к закату. Хотя один Бог знает, сколько еще придется утешаться Божьим миром и его красотами. Кое-что мне пришлось видеть за эти 60 с лишним лет. Иногда самому приходила мысль записать кое-что из пережитого. Советовали тоже и друзья. Но все как-то откладывалось это решение. А в это лето мне пришлось познакомиться с новым консулом в Соединенных Штатах Евгением Дмитриевичем Киселевым. С его позволения я на первый раз поделился несколькими биографическими фактами из моей жизни, попутно освещая и принципиальные вопросы, моменты. Выслушав меня очень внимательно, он неожиданно для меня сказал следующее. «Вам все это нужно записать. Вы жили на рубеже двух эпох, много видели, и все это само по себе интересно. Но думаю, что это было бы важно и для истории. Она будет писаться на основании разных документов, а ваши воспоминания незаурядны. Вы приняли новую эпоху нелегко и не сразу, потому ваши переживания особенно важны как материал для будущего историка». По словам автора, характер записей, вошедших в книгу, является политически социальным, а все остальное служит материалом для освещения этой общественной стороны на границе 19-20 века. Владыка Вениамин высказывает предположение, что, может быть, кому-либо покажется неархиерейским делом заниматься политически социальными записками. Но так как он выполнял свой долг перед Родиной, то и говорил об этом следующее. «Всякое патриотическое дело нашей православной церковью считается нравственным. Будет ли это служение на войне или в партизанах, или творчество писателей на пользу Родине, или же послание нашего первоиерарха, митрополита московского Сергия, воодушевляющие народы на борьбу с современными врагами человечества, немцами, или сбор денег на танковые колонны, или речи в защиту нашей Родины, или вот эти записки в поучение потомству? Митрополит Вениамин верил, что церковь благословляет дела на благо Родины. Несомненно, писал он, у архиереи есть более высокие и специальные духовные задачи. Религия, внутренняя жизнь души, церковное устройство, наставление о вере, благословские труды. Среди моих рукописей лежит довольно материала и по этим вопросам. Но всему особое время. Иногда и архиереи могут больше отдаться общественным делам, не забывая, конечно, главного своего дела — молитвы и служение словом. Благовестие. Как сказали в свое время апостолы, избирая специальных семь диаконов на общественное обслуживание бедных, сирот и вдов в первые дни христианства. И наша церковь всегда жила с жизнью своего народа. История преодоления татарского ига, изживания смутного времени, 12-й год, благословение, освобождение крепостных крестьян, теперь сотрудничество с Советским Союзом народов — все это благословляет и меня. Для примера приведу отрывок из книги, где автор размышляет о белом и красном движении и о том, почему именно эти цвета присвоены белой гвардии и большевикам. Владыка пишет, красный цвет всегда служил символом подъема, возбуждения. Бывает радостный подъем, любовь, яркая жизнь, красная зорька, солнце красное, Пасха красная, яичко красное, рай прекрасный, красивый человек, красный кумач, красный сарафан. Или бывает подъем от возбуждения, воспаленности, гнева. Красное знамя — символ борьбы, революции, войны. Красная кровь, красная рубаха палача, красное лицо в гневе, красный цвет прибоя быков, краснуха — болезнь, красное пламя, красный петух, то есть пожар, красное дело убийство. В это время, во время этой войны, в Америке у женщин появилась мода на красное, от шапочек до туфель. Спрашиваю одну, почему они носят этот цвет? «Знак любви и борьбы», — ответила она по-украински. По словам владыки, в России это название, красное, укрепилось после большевистского переворота. Но почему назывались белыми противники их? Иного цвета не оставалось для них, как этот, черный, но это знат смерти и отчаяния. К тому же в истории Первой революции черная сотня означала крайне правое направление, неприемлемое огромнейшему большинству граждан. Желтый цвет — знак солнечности, золотого хлеба, слишком мирный или торжествующий, счастливый цвет. Зеленый цвет означает спокойную жизнь среди лугов, зеленых лесов, цвет надежды, а иногда и тоски, тоска зеленая. Синий, синий маложизненный цвет, не бодрящий, а успокаивающий, небесный цвет. Глубоко синий охлаждает душу, умеряет как сам, так и отраженный в воде холодный. Оранжевый, фиолетовый цвета, промежуточный, первый из красного с желтым, второй из красного с синим, знак сочетания чистого неба и горячей крови. Оставался белый, знак чистоты принципов, невинности, мира, правды, истины. Белый голубь с оливковой ветвью мира, белая одежда кандидатов и чиновников Рима, белковые вещества, питание живущих, белье чистое, белые снега холодные, но они охраняют от морозов прикрытую именно время жизнь растений. Царь белый, военные белые кители на офицерах, рубахи на солдатах и штаны на матросах. Они защитники мирной жизни своей страны и чистоты своего дела и кораблей. Белый генерал Скобелев не только для выделения среди серой массы солдат и офицеров, но и как символ правого дела русских среди хищников, как носитель культуры среди диких племен, света среди тьмы, свет Божий, свет мира, белая чистая свеча Богу, белая рубашечка на новокрещенных и причастниках, белое подвенечное платье, белая гормозтаевая мантия, белые нежные ландыши, розы, цветы, Москва белокаменная, белый саван. Какой милый, чистый, мирный цвет! Его взяли белые. Главное основание – противоположность красным, революционерам, разрушителям. Читая очерки митрополита Вениамина, убеждаешься в том, как он всю свою жизнь до последних дней был предан русской православной церкви и московскому патриархату. Многие годы его жизни прошли за границей, но, несмотря на это, владыка бесконечно любил русскую землю и русский народ, он верил, что еще обратятся наши люди ко Христу, и сам немало трудился для этого. Во время своей поездки в Россию в 1945 году митрополит Вениамин воочию убедился в самом главном – вера жива и растет. А значит, он нужен был дома. Тогда архипастор вернулся в родные края и возобновилось его служение в пределах Отечества, прерванное более четверти века назад. В последние годы жизни владыка Вениамин приводил в порядок свои записи, редактировал ранее собранные труды. Всю жизнь он записывал свои размышления, излагал мысли по разным вопросам церковной и общественной жизни, записывал то, чему сам был свидетелем, и то, что слышал от других людей. Это богатейший материал, который владыка Вениамин использовал в своих книгах. И одна из них перед нами. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.